Сегодня православные верующие отмечают главный религиозный праздник – Пасху или Светлое Христово Воскресенье. Отстоять всю многочасовую ночную службу отваживается не каждый. Но осветить куличи и яйца, как говорится, дело святое. Воскресным утром Гомельский кафедральный Свято-Петропавловский собор посетила наша съемочная группа. Сегодня Светлое Христово Воскресенье. И на самом деле, после бесконечной зимы, хмурого неба, день Пасхи, пронзительно светлый, ясный и солнечный, пробуждающаяся природа, трели птиц, оживляющие вместе с детскими голосами и колокольным перезвоном парк вокруг Свято-Петропавловского собора. От красоты, умиления и чистой радости, которую приносит этот праздник православным, замирает сердце. Такой святой праздник. Он дает здоровье всем. И в ручки, и в ножки, и в животик, и в кости. Пусть все будут счастливы, пусть будет мир на земле, чтобы люди дружили друг с другом, уважали друг друга, понимали друг друга. Счастья всем! Христос Воскрес, воистину Воскрес! Спасибо. Да, мы всей семьей сегодня посетили. Церковь, здоровье, счастье всем. Это поистину светлый праздник. Всегда этот праздник связан с надеждами на будущее, хорошее будущее, красивое будущее, благополучное будущее. Христос Воскрес! Поистину Воскрес! Да, поцелуемся. Со светлой Пасхой всем хочется пожелать здоровья крепкого, счастья в этом мире, чтобы мир был на всей земле. Пасха – самый большой праздник христианского мира, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами и дающий надежду на вечную жизнь. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа после Его распятия на кресте за грехи всего человечества. Это очень великий праздник. Мы к нему готовились долго. А как? Как подготовились? Постились. Пост продолжается 40 дней. Ходили причащаться, исповедовались. Детей приводили. У меня их трое. Издавна принято, что первой едой после Великого Поста должны стать освященные крашеные яйца, кулич и творожная Пасха. Наша съемочная бригада не смогла запечатлеть все небывалое многообразие кулинарных шедевров, которые прихожане принесли осветить в этот день к храму. Но можно сказать абсолютно точно, чтобы испечь каждый кулич, люди тратили не только свое время и мастерство. Они вкладывали туда свою душу. С самого маленького возраста, то есть как покрестили, мы часто ездим в храм, ему там нравится. Мы стараемся сейчас ездить на причастие и приводить ребенка в церковь, рассказывать, пытаться хоть как-то через игрушки, через игры, что такое вера, что такое Бог, кто это. Но сколько бы символов не имело воскресение Христа, священнослужители призывают помнить не о внешнем, а о внутреннем, укреплять свою веру и освящать в первую очередь сердце и душу. Жить только с чистыми помыслами. Боже воскресший Христос поможет всем нам обновить наши души, обновить наши мысли в добром начинании, быть всегда дружным, любить друг друга и любить нашу страну. Христос воскресе! В день празднования православными христианами Пасхи по Гомельским улицам ездила передвижная звонница. Она отправилась от Свято-Петропавловского собора и провезла благодатные огонь по церквям и храмам города. Везде огонь из Иерусалима встречали сотни прихожан. Но этим ритуалом празднование Святой Пасхи не завершается. Пасха празднуется семь дней. Этот период называется Светлой Пасхальной Седмицей. В ежедневных храмах совершаются богослужения с открытыми царскими вратами иконостаса. В знак того, что Иисус Христос навсегда открыл врата Царствия Божьего людям. Сорок дней после Пасхи до Вознесения люди встречают друг друга приветствием Христос воскресе и ответом воистину воскресе. Кроме того, эти сорок дней как нельзя лучше подходят для совершения добрых дел. Можно подарить немного внимания, заботы и теплоты своего сердца тем, кому они так нужны. Марина Джала, Игорь Морищенко. Новости недели.